По поводу русской вакцины. Вот русская вакцина, надо понимать, я извиняюсь за то, что я так внезапно перехожу, я боюсь не успеть, но это вопрос, на него надо отвечать. Он очень волнует людей, что вот сейчас триумфально, победно, мощно заявлено про то, что Россия первой выдвинула в мир и предложила миру вакцину. Но на самом деле эта вакцина сделана, конечно, из политики самой высокой очистки и не имеет никакого отношения к вакцинам. Она испытывалась на 38 добровольцах. На 38 выявлено 144 тяжелых побочных эффекта. А добровольцев мы как бы не знаем, имя их неизвестно, подвиг их бессмертен. Это же понятно. Но один доброволец, мы так предполагаем, это должна быть та самая дочь, о которой нам сказал президент. Олина, Путин сказал, что вакцинировалась его дочь. Он отец отечества. И ты его дочь, и Терешкова его дочь. У него очень много дочерей, на которых он мог испытать эту вакцину. А под женат на Россию, конечно. Конечно, не забывай об этом. И вот совсем трогательно, что ставить вакцину можно только при условии полной готовности противошокового оборудования. 38 испытуемых, при том, что вся мировая практика говорит про то, что 5 тысяч – это недопустимо малое количество подопытных. Это, конечно, абсолютный рекорд. Это рекорд и фармакологический, и рекорд абсолютной наглости. Но надо сказать, что вот сами гомолейцы, которые в институте, они никогда не предлагали, никогда не говорили об этой штуке как о чем-то уникальном, как о какой-то панацеи. Их рекомендации своему продукту были предельно скромны. Но по мере того, как это передавалось вверх по иерархической лестнице, эта вакцина обрастала все новыми и новыми чудодейными средствами. К тому же мы знаем, что, в общем, достаточно вот забабахнуть, кинуть в мозги народу очередную светошумовую гранату. А он все равно забудет через три недели. Слушай, это такая же бумажная вакцина, как бумажные голоса и поддержка на выборах. Это то же самое. Это просто мы знаем, что она есть. Да, мы знаем, что она есть. Она сверкнула в мозгу. Кто-то побледнел от гордости и сжал кулаки за свою страну. Но вообще, вот в наше время, Оля, волшебное время, продается все, что угодно. Вот знаешь, в Японии есть автоматы, которые продают поношенные девичьи трусики. И у этих автоматов очереди почтенные японцы опускают свои иены. И чем заношенние трусики, тем больше восторг. А они, приложив их к лицу, дальше идут в свои офисы. Вот точно так же здесь у нас продается все. Кстати, у нас можно было бы ставить тоже автоматы. И там за 200 рублей можно получить удар арабником по физиономии. А если развернулся за 300 рублей взад сапогом с мазным или кирзовым. Есть места, где это совершенно бесплатно, Александр Глебович? Ну, понимаешь, это пока докричишься милицию. Ты же знаешь, что когда они нужны, вот тогда фиг их найдешь. Если ты вдруг захотела дубиной по физиономии, вот ты будешь 3 часа искать милиционера. Я тебе уверяю, и уйдешь разочарованная. Потому что это та ситуация, когда нужны они. Но к тому, что вот обратите внимание, да, насколько продается все, насколько даже примитивность, абсолютная не какашность, такая вот не какушность, она стала пошлость, да, насколько она стала уникальным товаром, да. Вот, например, та же самая торговка витоновскими чемоданами, которые ребенка бьет тоненьким ремнем, уртковская, да. Вот обратите внимание, какой изумительный образцовый пример того, что вот для очень многих именно она воплощение мечтаний, потому что она абсолютно никакая. Ну, такая, я бы сказал, пьющая массажистка из салона, не наделенная никакими вообще способностями, внешностью, которая даже не утруждает себя как-нибудь вокалом, как бедняжка Бузова. А тем не менее в роскошном особняке сидит и завтракает из старинного ночного горшка, который ей, она действительно по наивности своей решила, что это какая-то антикварная супница. И люди видят, что можно быть никем, что можно не иметь никаких выдающихся достоинств или качеств, и все равно Витон предложит торговать своими чемоданами. Это очень возбуждает людей. То есть пошлость великолепно продается. И поэтому великолепно продается вранье про вакцину. Все же подозревают, что, скорее всего, эта вакцина блеф, но приятный блеф. И вообще, конечно, мы очень... Приятный он только в одном случае, если тебя не заставят ей воспользоваться. А это госслужащие, извините. Тебе очень жаль? Нет, я не то чтобы... Я к тому, что как только речь доходит от того, что завтра уколят уже вашу дочь, то сразу приятность уходит. Нет, они не имеют права колоть детей, и пока не будут колоть детей. Понимаешь, мы много теперь говорим почему-то об этих всех уродцах шоу-бизнеса, Но вот пока вся эта элита, свои прококаиненные носы, не стала совать в политику, мы, в общем-то, и обходили ее молчанием. Но, кстати говоря, мы видим, что с этими поправками она засунула их очень глубоко, и теперь, вероятно, фиг вытащит обратно.